Бинарный салют, друзья! На связи инженер Спок. В последние годы наблюдается дикий рост популярности различных обучающих курсов. И, возможно, вы удивитесь, но это касается не только IT-сферы. Ваш покорный слуга сам уже несколько лет делает видеокурсы по программированию. В данном выпуске мы, разумеется, будем говорить исключительно об IT-сфере, и, в частности, о сфере программирования. В IT по сравнению с другими профессиями сегодня довольно высокие доходы, а посему многие пытаются войти в это самое IT, и зачастую с помощью курсов. Давайте в этом выпуске попробуем разобраться, какие курсы бывают, зачем на них идут люди, полезны ли курсы, какие специалисты на курсах преподают, что лучше, книги или курсы. Ну, короче, вопросов много. Чтобы не терять время, поехали! Давайте начнем с общих вопросов и немного обсудим рынок курсов в целом. Какие вообще бывают курсы по программированию? В общем и целом, рынок на 99% состоит из курсов двух видов. Курсы с менторством, где студентов объединяют в группы и постоянно ведут, а-ля скиллбокс, гигбрейнс и прочее. И курсы без менторства, которые, как правило, представляют собой просто набор записанных видеолекций, как с домашними заданиями, так и без, а-ля юдами или степик. Ну, конечно, если детализировать, то также можно упомянуть, что отдельно идут всякие онлайн интенсивы, длящиеся по паре часов, как правило, запускаемые для продажи полноценных курсов с менторством. Ну и видеокурсы друг от друга отличаются. Где-то поддержка преподавателя хоть какая-то есть, где-то ее может не быть вовсе, где-то есть элементы интерактивности, где-то нет. Курсы с менторством, а-ля скиллбокс или гигбрейнс, обычно преследуют цель обучить студентов с нуля до трудоустройства. В то время как обычные видеокурсы чаще всего заточены на обучение какой-то конкретной технологии и никоим образом не ставят своей конечной целью трудоустройство студентов. Простые видеокурсы, как правило, по цене в десятки раз дешевле. Исходя из описанного ландшафта, уже очевидно, что далеко не все курсы связаны с обучением для трудоустройства. И если вы думаете, что абсолютно все люди, идущие на курсы скиллбокса, хотят трудоустроиться, то это тоже не совсем так. Кто-то уже трудоустроенный хочет освоить новую технологию, кто-то просто хочет познавать новое, кто-то изучает технологию для того, чтобы пилить Pet Project и так далее. А мотивации к покупке простого видеокурса зачастую служит обыкновенное желание потратить деньги на что-то полезное, получив заряд эндорфинов, внутренне себя похвалив, мол, какой я молодец курс купил, а не бутылку бургундского. Я знаю, о чем говорю, потому что статистика показывает, что огромная часть студентов, купивших у меня курсы, никогда не приступает даже к первой лекции. Короче говоря, первый тезис, который я хотел продекламировать, люди идут на курсы с разными целями. Рынок курсов широк и нацелен не только на так называемых вайтишниках. Возьмем пример компании Pluralsight. У них очень много качественных курсов, и многие из них таргетят отнюдь не вайтишников. У них полно курсов для медлов и для различного сорта управленческого персонала. Отдельный вопрос и, возможно, один из главных, который беспокоит вайтишников. А нужно ли брать курсы, чтобы войти в айти? Могу с полной уверенностью сказать, что брать курсы для этого совершенно не обязательно. Но тут стоит отдельно остановиться. Вопрос все же очень важный. Ваш покорный слуга вошел в айти безо всяких курсов, используя лишь книги. В чем преимущество видеокурсов над книгами? На мой взгляд, если на курсе очень много практики, и особенно если есть сложные примеры с большими кусками кода, то это как раз то, когда видео может быть более эффективно с точки зрения обучения. Интерактивность, когда студент может здесь и сейчас попрограммировать, штука тоже полезная. Курсы с хорошим ментором это тоже очень полезно. Ну, сами подумайте, как проще учиться? С учителем или без? Все это, безусловно, правда. Да, производители курсов всегда, как минимум, немного приукрашивают действительность, обещая больше, чем могут дать. В конце концов, все это не благотворительность, а бизнес. Это не значит, что все производители курсов жадные у шлепки. Отнюдь. Но верить каждому обещанию не стоит. Самое важное, что я усвоил уже на 120%, это то, что в айти попадет только тот, кто этого действительно хочет. Как бы банально это ни звучало, никакой, даже самый крутой ментор не способен против вашей воли вложить в вас то количество знаний, которое необходимо для вхождения в айти. Моя практика показывает, что в айти попадают те люди, которые постоянно и в больших количествах самостоятельно роют землю вне зависимости от формы обучения. С ментором или без, такие люди попадут в айти, обучаясь как просто с чтением книг, так и вооружаясь дополнительно простыми видеокурсами. С ментором им будет еще проще. Но все материалы и менторы – это лишь инструменты, подспорья для проведения обширной самостоятельной работы студента. Без желания самостоятельно работать, войти вам не войти. Ирония здесь заключается в том, что дела обстоят именно так не случайно. Дело в том, что ежедневная работа программиста связана с необходимостью самостоятельно копать от рассвета до забора. И если человек изначально к этому не готов, то никакие книги и никакие курсы ему не помогут. Вышесказанное, конечно же, не снимает ответственности с организаторов некачественного обучения. Нет. Увы, грамотно выбрать платформу обучения с ментором не так-то просто. Впрочем, простые видеокурсы выбрать тоже нелегко, ведь сегодня каждый человек с камерой, вещающий с умным видом, уже эксперт. Тысячи их. Новичку сложно отличить шарлатана от настоящего специалиста. Все эти скиллбоксы с гекбрейнсами не стоят на месте. И если вчера они делали плохо, то завтра могут делать лучше. Поэтому я не берусь заклеймить их позором. Однако одну проблему, связанную с обучением на этих и подобных им платформах, хотел бы осветить. Несколько лет назад я устроился в гекбрейнс провести курс по C-шарп. Моей целью вообще-то была разведка. Я просто хотел узнать, какой уровень методичек у этой платформы, чему они могут научить. Возможно, я сейчас нарушу NDA, но пока канал у меня маленький, я думаю, это не очень опасно. Вряд ли это до кого-то дойдет и последуют санкции. Так что я все же поделюсь впечатлением. Первое. Методичка по C-шарп была сильно устаревшей, написанной непрофессионально, со множеством ошибок. А код к урокам и заданиям писался людьми, которые явно никогда не имели отношения к профессиональной разработке на C-шарп. Там было все, начиная с отсутствия знаний о соглашениях об именовании программных членов. Вторая проблема, скорее всего, является причиной первой. Менторам за 8 занятий платили около 20 тысяч рублей. Два занятия в неделю. Каждое занятие около двух часов с учетом перерыва. Внимание, вопрос. Какой нормальный специалист будет работать за эти деньги? Правильно, никакой. Возможно, лишь за редким исключением. Практикующий программист, который способен устроиться на 250 тысяч, а то и больше, никогда не пойдет работать ментором за такие деньги. Ну, разве что руководствуясь благотворительностью. Получается, что студентов обучают люди, которые никогда программистами сами не работали. Ну, либо студентам должно сильно повезти, чтобы попасть на хорошего специалиста, занимающегося благотворительностью. Как заранее узнать о том, реальные ли специалисты у вас будут менторами? Я, увы, понятия не имею. Именно это и является одним из основных источников проблем всех вышеупомянутых платформ. Резюмируя, хочу сказать следующее. Во-первых, не надо хейтить курсы. Они очень разные, разного качества и нацелены на разную аудиторию. Во-вторых, курсы не лучше книг, а книги не лучше курсов. Каждому свое. И в том, и в том есть плюсы и минусы. В-третьих, для как можно более быстрого входа в IT, я бы порекомендовал использовать все доступные средства. Книги, курсы и менторов. Однако, не ждите, что кто-то вас научит программированию насильно. Заранее готовьтесь к тому, что придется пахать. Вот такие вот мысли по поводу курсов и вхождения в IT. Надеюсь, ролик был вам полезен. А на сегодня все. До новых встреч. Подписывайтесь и ставьте колокольчик. А комменты пишите под видео. Если не подпишешься, вычислю по IP. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова